Мой миллион их на войне, охраняем родину, а я тоже охраняю саму самородину. Сергей Гаврюшин играет на гармонии с пяти лет. Вместе с обычной окончил музыкальную школу по классу баяна. Овладел клавишными инструментами, но свой самый первый инструмент никогда не забывал. Уверяет, что играть на гармонии нигде не учит. У гармонии особый колорит, особое звучание, которое не сравнится ни с одним музыкальным инструментом. И большая ценность, что на гармонии ведь нигде не учит. Ни в музыкальной школе нигде. То есть вот все люди, которые гармонисты сегодня здесь, это все самоучки, которые сами осваивали большинство инструментов. Таких самородков прошедшую субботу в Большие Перезняки приехало более ста человек. В местном Доме культуры прошел отборочный тур конкурса «Играй гармонь». Жюри отметило более 50 номеров и выбрало из них те, которые попадут на гала-концерт 22 февраля в Республиканском Дворце культуры. На сцене выступили и взрослые, и дети. А главной темой стало 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Вы сами видите, что мы в солдатской одежде споем песни по тематике, потому что этот год у нас год памяти и славы. 75-летие Победы. И мы с удовольствием приехали в этот концерт. Людмила Марченко является членом жюри с самого первого концерта, который прошел в 2002 году. За все время она видела сотни номеров, но украли ее сердце именно инструментальные. Мне нравится инструментальный жанр, ну а также и частушки, и песни, лирические песни. Участников будут оценивать по следующим критериям – артистизм, профессиональное мастерство, исполнение инструментальных и вокальных номеров. На большом концерте в Саранске, который пройдет 22 февраля, выступят коллективы не только из Мордовий, но также из Пензенской, Чувашской, Ульяновской и других областей. Алексей Безруков, Андрей Кортов. Наши новости. АПЛОДИСМЕНТЫ